Всем привет! Продолжаем путешествие по миру искусства. Знакомиться со скульпторами и художниками Натан Исавич Альтман. Русский и советский живописец, художник-авангардист, кубист, скульптор и театральный художник. Заслуженный художник РСФСР, 1968 год, мастер портрета. Родился 10 декабря 1889 года в Венеции в бедной еврейской семье. В 4-летнем возрасте остался без отца, жил с бабушкой. С 1902 по 1907 учился изобразительному искусству в Одинском художественном училище, затем продолжил учебу в парижской частной студии. В этот период испытал влияние модернизма, в частности кубизма. В Париже посещал свободную русскую академию Васильев. С 1906 года принимал участие в выставках. В 1910 показывал свои работы на выставке объединения товарищества южно-русских художников в Одессе. В 1911 он представлял свои работы в Париже, в салоне Национального общества изящных искусств. С 1912 жил на Васильевском, там где я живу, в Петербурге. Участвовал в основании еврейского общества поощрения художеств. Писал картины в новом манере, пробовал себя в сценографии, графике, в том числе и промышленной скульптуре. Наиболее известен его живописный портрет Ахматовой. Вот что она писала. «Как в зеркало глядела я тревожно, на серый холст из каждой недели, все горшее и стороннее было сходство, мое с моим изображением нового». После революции 1917 года участвовал в оформлении революционных празднеств в Петрограде, в Москве. Кстати, в том числе и к первой годовщине революции спроектировал праздничное оформление площади Урицкого, это подворцовая площадь. Проявил себя как придворный художник, извоил с натуры реалистический скульптурный портрет Ленина, создав серию карандашных зарисовок Ленина, которые были изданы отдельным альбомом. 9 апреля 1922 в Московском государственном еврейском театре была показана премьера Уриэля Акосты с декорациями Альтмана, который как художник сменил в театре Марка Шагала. Уписал портрет Ленина, который лег в основу тарелки, исполненные Адамовичем и выпущенные на государственном парфоровом заводе. Успешная совместная работа Грановского, Михоэлса, Альтмана и композитора Пульвера натолкнули их на мысль снять вместе фильм. Сценарий был написан Шолом Алейхму и назывался «Еврейское счастье». Автором титров был Истаг Бабель. Весной 1928 году Альтман выехал с Московским государственным еврейским театром на гастроли Европы, а после окончания остался в Париже до 1935 года. В 1932 году Альтман делает оформление для театра интернационального действия, созданное Анри Барбюсом. Свои новые работы Альтман показывает на парижских выставках сообщества «Молодая Европа» Ассоциация эволюционных писателей-художников. Это 1934-1935 год. Вернувшись в СССР, отошел от танковой живописи, занялся дизайном, эскизы почтовых марок, книжной графикой, создав в частности иллюстрации к петербургским повестям Гоголя. Значительное место в творчестве Альтмана занимает театр. Художник оформил спектакль «Мистерия Буф» Маяковского «Гамлет». В 1141 году до 44-го было эвакуацией в Перми и Новосибирске. Скончался в Ленинграде 12 декабря 1170 года. Похороден в Комаровском некрополе. Это поселок Комарово. Вот так вкратце немного о Натане Исаевиче Альтмане. Русском и советском живописце, художнике-авангардисты, кубисты, скульпторе и театрального художника. Пока-пока. До свидания. Всего хорошего.